Меня крайне заинтересовал один эксперимент француза Рене Пиоша. В этом эксперименте также участвуют цыпленок и робот. Суть в характерном поведении цыплят. Когда цыпленок выглупился, и первое, что он видит, он считает своим родителем, своим создателем. И он начинает за ним постоянно ходить, держаться к нему поближе. И причем, если это будет собака, он будет ходить за собакой. Если человек, будет ходить за человеком. И даже если это будет маленький робот, да, цыпленок тоже будет считать его своей мамой и будет повсюду ходить за ним и держаться к нему поближе. Так в чем же суть эксперимента? Рене Пиош поместил простого робота, который запрограммирован перемещаться в абсолютно хаотичном порядке, в специальную площадку. Этот робот в течение всего дня мог исчертить всю площадку, как он обычно и делал, оставляя после себя след маркера, встроенного в него. И на эту же площадку поместили только что вылупившегося цыпленка, который теперь точно знал, что этот робот его мамка. И куда бы робот не передвигался, цыпленок всегда держался рядом и следовал за роботом. Но тут Рене Пиош сделал следующее. Он поместил этого цыпленка в отдельную прозрачную камеру, из которой птенчик видел своего железного родственника, но не мог быть с ним рядом, поскольку ограничен в передвижении. И что же тогда произошло? По какой-то причине робот, абсолютно неодушевленный механизм, сначала начал держаться ближе к тому краю площадки, где находилась камера с цыпленком, а потом и вовсе примкнул к этой стенке. Рене Пиош подумал, что это какой-то сбой. Он начал проделывать это еще раз. Еще и еще. Он проделывал этот эксперимент сотни раз, но результат был тот же. Каким образом робот, который раньше блуждал по всей площадке, стал двигаться в сторону еле щебечащего маленького птенчика? Так вот, вывод, который сделал Рене Пиош. Сила намерения цыпленка, который очень желал быть рядом со своим так называемым железным родителем, осознанная сила намерения повлияла на физический материальный объект. Сила намерения птенца на квантовом уровне притягивала робота к птенцу. А теперь только задумайтесь, если такое способен вытворить птенец, какая же сила сокрыта в нас с вами, друзья?